Всем привет, меня зовут Илья Яшин. Если вы интересуетесь российской политикой, то наверняка многое знаете про Рамзана Кадырова. Его биография известна в деталях. Мы знаем, как он воевал против России, как шел по трупам к власти в Чечне, как присягал на верность Путину. Знаем, как он купается в роскоши, получает из Москвы огромные деньги. Знаем, кого он уважает и кого ненавидит. Но вот про ближний круг Рамзана информации гораздо меньше. А ведь короля, ну или в данном случае правильно говорить падишаха, делает свита. И мне кажется важным рассказать, кто стоит рядом с Кадыровым, кто влияет на его решения и кто эти решения потом притворяет в жизнь. На моем канале уже было видео про Адама Делимханова. Это правая рука Кадырова, которого он публично называл своим преемником. Депутат Государственной Думы, человек, который обещал резать головы своим критикам и которого Интерпол разыскивал за организацию убийства. Ну, без преувеличения. Один из самых опасных людей в нашей стране. Сегодня же речь пойдет про еще одну важную фигуру в окружении Рамзана. Этот деятель уже много лет прочно занимает третью позицию в чеченской иерархии. Зовут его Магомед Даудов. Впрочем, в самой Чечне и за ее пределами он больше известен под странным прозвищем Лорд. Наравне с Делимхановым это крайне опасный и довольно влиятельный человек. Из рук Кадырова он получил золотой пистолет, а из рук Путина – звезду Героя России. Один из лидеров Единой России, член Генерального Совета партии. Лорд очень близок к Кадырову и выполняет самые деликатные поручения своего начальника. Но главная его функция – карательная. Он отвечает за то, чтобы держать народ Чечни в страхе. История Даудова даст вам понимание того, как устроен кадыровский режим и какую опасность он представляет для всей остальной России. Так что советую досмотреть видео до конца. Не забудьте поставить лайк, чтобы YouTube чаще рекомендовал его другим пользователям. Подписывайтесь на мой канал и становитесь его спонсорами. Ссылка в закрепленном комментарии. Поехали! Партия Единая Россия. Аллаху Акбар. Партия Единая Россия. Аллаху Акбар. Когда началась Первая Чеченская война, Даудову было всего 14 лет. Подросткам он взял в руки автомат и пошел воевать за независимость Ичкерии. Говорят, что Кадыров однажды произнес фразу «Первого русского я убил в 16 лет». Так вот, Даудов, судя по всему, запачкал свои руки кровью в еще более юном возрасте. К началу второй чеченской кампании Даудов был уже довольно опытным боевиком. В интервью газете «Коммерсант» он позже рассказывал, как прятался от федеральных сил в горах и лесах. Ну а пока Даудов бегал по лесам, Путин принимал в Кремле верховного муфтия Чечни Ахмата Кадырова, который за несколько лет до этого объявлял нашей стране джихад. Теперь же он заключил с Путиным политический союз и был назначен главой Чечни в составе России. Ну а Рамзан Кадыров возглавил службу безопасности своего отца, набирая в свой отряд в основном бывших боевиков, которые переходили на сторону федеральных сил. Жизненные пути Рамзана и Магомеда Даудова пересеклись в 2000 году. Как рассказывал сам Кадыров, его бойцы взяли Даудова в плен, но убивать не стали. 20-летнему боевику предложили на выбор два варианта. Либо расстрел, либо переход на сторону кадыровцев. Даудов выбрал жизнь и сменил сторону конфликта. С тех пор уже третье десятилетие он верно служит Рамзану. Кстати, именно Кадыров дал ему прозвище Лорд, когда увидел Даудова в черном костюме с белой рубашкой и сравнил его с английским аристократом. Впрочем, Даудову это прозвище польстило. Бывшему боевику явно нравится ощущать себя аристократической знатью, которая стоит выше простолюдинов. Магомед очень быстро начал делать карьеру в окружении Кадырова, который после гибели отца вступил в ожесточенную борьбу за власть в Чечне. Рамзану нужны были верные люди с боевым опытом, готовые выполнить любой приказ. Ну то есть люди готовы убивать. Даудов отлично подошел на эту роль. В благодарность за свою сохраненную жизнь он, судя по всему, готов был без раздумий забирать чужие. Бывший боевик вскоре получил погоны полковника милиции и целый отдел МВД в подчинение. Именно Даудов обеспечивал силовую поддержку Кадырову в борьбе за власть сначала с президентом Чечни Аллу Алхановым, а потом и с братьями Ямадаевыми. Ну а после того, как Путин признал власть Кадырова и подписал указ о его назначении главой республики, Рамзан повысил Даудова и перевел на политическую работу. В 30 лет Магомед стал вице-премьером Чечни, а чуть позже главой администрации президента республики. Впрочем, все эти должности не отражают суть реальной работы, которую выполнял Даудов. Его основной задачей было курировать силовые структуры Чечни и обеспечивать их лояльность Кадырову. А самое главное — создать систему запугивания жителей республики, чтобы никому и в голову не приходило критиковать Рамзана даже в частных беседах. За последние годы у Магомеда Даудова сложилась репутация главного карателя в Чечне. Ну то есть человека, который отвечает за страх. Но вот вопрос. Как сделать, чтобы население целой республики боялось одного человека? Как добиться тотального подчинения от пассионарного и свободолюбивого народа? Ответ пришел сам собой. С помощью последовательной жестокости. Вот смотрите. Как работает тактика террора? Суть ее в том, что никто не может чувствовать себя в безопасности. Любой житель Чечни понимает, что если он скажет хоть слово против Рамзана, то за ним могут прийти. Неважно, кто ты — чиновник, судья, полицейский, ну или просто рядовой гражданин. Тебя могут жестоко наказать не только за публичное высказывание, но даже за лайк в социальных сетях или неаккуратное слово против Кадырова в чате на WhatsApp. Именно Даудов в качестве куратора силовых структур создавал систему тотального запугивания в Чечне. В республике стала нормой практика доносительства. Социальные сети чеченцев постоянно мониторили. И если находили какую-то крамолу, то силовики устанавливали личность провинившегося, выясняли адрес и наносили визит. Ну а после начинались разъяснительные беседы с помощью физической силы. Людей вынуждали унижаться и приносить публичные извинения Рамзану. Отмечу, что эта постыдная практика активно освещалась и самим Кадыровым, и местным телевидением. Вся республика должна была видеть, как унижают тех, кто посмел открыть рот против Рамзана. Вот, например, социальная работница из чеченской деревни Айшат Инаева обвинила Кадырова в растрате бюджетных средств. Она отправила эмоциональное аудиосообщение в один из чатов в WhatsApp. Об этом узнал Магомед Даудов, который разыскал женщину и ее мужа, привел их к Рамзану и заставил просить у него прощения перед телекамерами. Аудиозапись с возмущением в адрес главы региона быстро распространилась в сети. Рамзан Кадыров решил лично встретиться с Айшат Инаевой и выяснить, с чем связано недовольство женщины и на каком основании она оклеветала его. А вот еще один эпизод. Житель Грозного Адам Дикаев покритиковал Кадырова в инстаграме. Ему показалось кощунством, что в годовщину начала Чеченской войны Рамзан публикует видео из спортзала под песню «Мой друг Владимир Путин». Закончилось это предсказуемо. За Дикаевым пришли силовики и публично унизили, спустив с него штаны. Опубликовал видеозапись, на которой тот самый Адам Дикаев в толстовке и плавках идет по беговой дорожке и оскорбляет сам себя. Вот это видео. Перевод опубликовал «Кавказский узел». Я процитирую. Я Адам Дикаев. Думая, что меня не найдут, я написал в своем инстаграме то, что не нужно было писать. Меня нашли, сняли с меня штаны. Я понял, что я никто. Ну и совсем уж дикая история случилась пару лет назад. Кадыровцы заподозрили 19-летнего чеченца в причастности к оппозиционному паблику. Решили, что он там администратор. За ним приехали силовики, вытащили его из дома. А позже в интернете было распространено видео, где юношу раздевают догола, заставляют извиняться и подвергают насилию. Не буду вдаваться в подробности этих извращений. Желающие сами могут найти это в интернете. Но, как вы сами можете догадаться, никакого уголовного дела возбуждено не было. Никто из причастных к этому преступлению не понес наказание. Это всего лишь несколько примеров. Таких историй в Чечне великое множество. Все должны испытывать страх. У людей годами на уровне инстинкта пытаются выработать привычку бояться. Чтобы в голове каждого включалась самоцензура. И крамольные мысли никогда не превращались в озвученные слова. Важно понимать. Это не отдельные эпизоды, а выстроенная на государственном уровне система запугивания и унижения. И архитектором этой садистской системы называют именно Магомеда Даудова, которому Рамзан поручил курировать силовые структуры, по сути превратившиеся в отряды карателей. Впрочем, этим дело не ограничилось. Несколько лет назад силовиками в Чечне была создана целая сеть секретных тюрем. Они представляют собой охраняемые подвалы с камерами, которые существовали, ну, фактически подпольно. То есть не подчинялись никаким законам. В эти тюрьмы вывозили мужчин, которых подозревали в экстремизме, в какой-то неправильной религиозности, ну, или гомосексуальных наклонностях. Причем зачастую там оказывались абсолютно случайные люди. Их жестко допрашивали, били, применяли пытки и заставляли признаваться во всех смертных грехах. Разумеется, у задержанных не было никаких прав, и они не могли пользоваться услугами адвокатов. Все это происходило вне правового поля. Журналисты собрали множество свидетельств того, как работает система секретных тюрем. В какой-то момент семьям задержанных сообщали, что ваш сын или племянник находится под арестом. Родственников приглашали на переговоры, которые зачастую вел лично Даудов. Вот как описывала процесс возврата заложников новая газета. Во время встреч с родственниками Магомед Даудов сначала рассказывал, в чем сознались задержанные. Затем отчитывал самих родственников и только потом передавал людей на руки родне. Для освобожденных из тюрьмы чеченцев это еще не означало свободу. Дома они становились изгоями. Ну а позор, который они якобы навлекли на весь свой род, согласно древним обычаям, смывается кровью. Редакции новой газеты известны фамилии нескольких погибших молодых парней. Некоторые люди сообщали журналистам, что для возвращения своих родственников из секретных тюрем приходилось платить силовикам. То есть фактически выкупать заложников. Ну а если семьи не прилагали достаточных усилий, чтобы вытащить своих, то задержанным грозила смерть. Следы некоторых таких арестантов затерялись. И об их судьбе до сих пор ничего не известно. Кстати, это важное свидетельство, полученное новой газетой. Даудов действительно не просто руководит карательной системой Чечни из высокого кабинета. Судя по всему, он лично вовлечен в этот процесс и не боится запачкать руки. Можно предположить, что у человека явные садистские наклонности. Показательна история, которая случилась в 2014 году с Русланом Кутаевым, кандидатом философских наук и представителем чеченской интеллигенции. В годовщину депортации чеченского народа он организовал научную конференцию в центральной библиотеке Грозного. Казалось бы, ну что здесь такого? Мирное мероприятие, гуманитарная тема. Но Кадырову не понравилось, что конференция не была с ним согласована. Он дал поручение Даудову найти всех участников конференции, доставить к нему на воспитательную беседу. Кутаев возмутился, ответил отказом и, в отличие от своих коллег, на встречу не поехал. Он ответил лорду буквально следующее. Ты мне не командир, чтобы я выполнял твои приказы. Это привело Рамзана в бешенство. Такое демонстративное непослушание должно было быть наказано. Спустя несколько дней силовики задержали Кутаева в одном из местных сел. Его запихнули в машину, отвезли в какой-то частный дом. И там кандидата наук встретил Магомед Даудов в компании с министром внутренних дел республики Аптия Лаудиновым. Вот как Кутаев описывал дальнейшие события. Даудов и Алаудинов начали наносить по моему телу, по голове, удары ногами и руками. Я потерял сознание. Когда очнулся, услышал, что Даудов приказал закинуть меня в подвальное помещение. Около 10 часов вечера туда зашел парень плотного телосложения и с рыжей бородой. Он достал из портфеля наручники складной нож, а также предмет в виде пульта от телевизора. Нож он приставил к моему горлу, а с помощью этого предмета стал пропускать по моему телу электрические разряды. Он угрожал отрезать мне голову, если я не распишусь во всех необходимых документах. После садистских пыток в отношении Руслана Кутаева было сфабриковано уголовное дело. Со статьей кадыровцы не сильно заморачивались. Кандидата наук обвинили в хранении наркотиков. Следующие три года он провел за решеткой. Разумеется, система запугивания работает не только в отношении обычных граждан и представителей чеченской интеллигенции. Лояльность требуется от всех чиновников, силовиков, муниципальных служащих. Но больше всего проблем Рамзану доставляла, как ни странно, судебная система. Последняя разборка Кадырова с судьей Янгулбаевым прогремела на всю страну. Но вообще-то это далеко не первый его конфликт с представителями чеченских судов. Разрешать же эти конфликты, как правило, приходилось все тому же Магомеду Даудову. В свое время, например, присяжные заседатели в Грозненском суде вынесли оправдательный приговор, обвиняемым по одному из громких дел. Это их законное право, на то на суд присяжных. Но вердикт очень не понравился Кадырову. И уже на следующий день всех присяжных привели в кабинет Даудова, где он публично отчитывал их. Вообще немыслимая ситуация. Чиновник исполнительной власти оказывает прямое давление на присяжных. Это совершенно противозаконное вмешательство в судебные дела. Но для кадыровского режима такое в порядке вещей. И репортаж о том, как Даудов ругает присяжных, гордо показали в эфире местного ТВ. Виновны или нет? Эта картина напоминает кадры из кинофильма «12». Только на месте обвиняемых уже присяжные суда. Этим людям ставят вину необоснованность оправдательного вердикта. Опять же, далеко не всегда дело ограничивается словами. В 2016 году Кадыров решил заменить председателя Верховного суда Чечни Тахира Мурдалова на более лояльного человека. Судье предложили добровольно написать заявление об отставке, но тот отказался. И тогда к решению проблемы снова подключился Магомед Даудов. Издание «Кавказ Реалии» сообщило, что лорд прибыл к зданию суда в сопровождении 10 машин. Около 40 вооруженных бойцов оцепили здание суда, и Даудов зашел в кабинет Мурдалова. Он и несколько охранников якобы начали избивать председателя суда, требуя, чтобы тот написал заявление об увольнении по состоянию здоровья. Журналисты сообщали, что Даудов грозился убить Мурдалова в случае отказа. Позже сам Мурдалов счел за благо опровергнуть информацию о собственном избиении. Он сказал, что Даудов действительно заходил к нему в кабинет, но разговор носил чисто деловой характер и касался в основном аварийности на дорогах. Однако, как вы сами можете догадаться, свой пост Мурдалов вскоре оставил. Ну а что же российская власть? Неужели не замечает всего этого беспредела, который творится в одном из российских регионов? Где президент Путин, глава ФСБ Бортников? Где председатель Следственного комитета Бастрыкин? Где все эти государственные мужи, которые на словах так заботятся о правопорядке в нашей стране? Правда в том, что никто из федеральных чиновников даже не пытается урезонить Кадырова и его окружение. Путин принимает Кадырова, Даудова и Делимханова в Кремле, вешает бывшим боевикам на грудь звезды героев, они гордо заседают в Москве на съезде партии «Единая Россия», чувствуют себя хозяевами жизни. По факту Путин отдал Чеченскую республику в личное пользование Кадырова. Он превратил регион в обособленное государство, где не работают российские законы, где он бог и царь, а население держит в страхе такие вот каратели, как Магомед Даудов. И главный вопрос, который сейчас звучит, а что вообще делать с Чечней? Как решать все эти проблемы и как не допустить новой войны? Особенно актуальным этот вопрос становится, потому что кадыровцам уже явно тесно в Чечне. Они все более дерзко ведут себя в других регионах, где пытаются устанавливать свои порядки. Так что же делать? Знаете, вообще-то чеченцы гордый и свободолюбивый народ, который никогда не тяготел к диктатуре. Я уверен, что кадыровский режим неприемлен для большинства населения республики. Ведь этот режим просто унижает достоинства граждан. И я убежден, что демонтаж кадыровского режима соответствует как интересам самих чеченцев, так и интересам национальной безопасности всей России. Федеральный центр должен лишить кадырова власти и предложить Чечне цивилизованную альтернативу. Я имею в виду федерализм в нормальном понимании этого слова. Чтобы чеченцы, ну как, кстати, и граждане других регионов, могли свободно выбирать свое руководство. Чтобы работало настоящее местное самоуправление. Чтобы у людей была возможность жить по своим национальным обычаям, но чтобы при этом работали законы, которые защищают ваши права. Чтобы не было никаких падишахов, а травмированные войной боевики и садисты не получали карательных функций. Отношения между федеральным центром и Чечней должны строиться на взаимном уважении и мирном диалоге. Спасибо, что досмотрели это видео до конца. Ставьте лайк, чтобы YouTube чаще рекомендовал его другим пользователям. Делитесь роликом в соцсетях, подписывайтесь на мой канал. И напоминаю, что вы можете поддержать мою работу, став спонсорами канала. Ссылка в закрепленном комментарии. До новых встреч!